Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я расскажу про одну важную достаточную вещь, которая существует не очень давно и поэтому далеко не все этим пользуются, а зря. Речь пойдет о турбо-страницах, то есть страницах, адаптированных под мобильные устройства. О чем речь? Когда вы заходите в Яндекс с мобильного телефона и начинаете что-то искать, в результатах выдачи у каких-то сайтов появляется вот такая иконка турбо. При переходе загружается не сайт со статьей, а только статья, только самое необходимое. Таким образом объем статьи уменьшается в 10 раз, а значит и время загрузки уменьшается в 10 раз, как собственно и трафик. А если это мобильный трафик, можете посчитать экономию в рублях. Что сделать, чтобы ваши страницы превратились в турбо-страницы? Во-первых, вам понадобится Яндекс вебмастер, о котором мы рассказывали в предыдущем скринкасте. И во-вторых, па-бам! Плагин для WordPress Яндекс Ньюс Фид от Теплицы. Сам Яндекс его, кстати, рекомендует так же, как и мы. Мы расскажем, как подготовить турбо-страницы на примере WordPress и нашего плагина соответственно. Для других CMS существуют другие плагины, но принцип установки и настройки везде примерно одинаковые. Итак, идем в панель администрирования и добавляем новый плагин Яндекс Ньюс в поиске. Устанавливаем и активируем. Вообще он называется Яндекс Ньюс, поскольку изначально разрабатывался для работы с Яндекс.Новостями. С помощью этого плагина и сейчас можно настроить RSS поток для трансляции новостей в Яндекс. Вещь эта тоже полезная, но стать новостным партнером Яндекса стало сложнее, поскольку издание теперь должно быть официально зарегистрировано как СМИ. Поэтому касаться Яндекс.Новостей мы не будем, а разберем только турбо-страницы. Настроек здесь много, но по большому счету вам нужно только скопировать вот этот адрес. Это адрес сгенерированной лентой RSS. Видите, сейчас тут пусто, но лента уже есть. И поставить вот эту галочку «Включить поддержку турбо-страницы». Сохраняем и смотрим нашу ленту. Чудесным образом она наполнилась материалами, полностью готовыми к публикации в Яндекс.Турбо. Видите, она подхватила даже видео, которое мы встраивали, просто оформляет его по-новому. Теперь все материалы, которые вы добавляете на сайт, будут автоматически дублироваться здесь в виде Яндекс.Турбо, и вам не нужно будет предпринимать никаких дополнительных шагов. Итак, мы готовы. Осталось рассказать Яндексу о том, что у нас есть турбо-страницы. Идем в Яндекс.Вебмастер и добавляем сюда адрес нашей RSS-ленты. Добавить. Он его проверяет, проверяет и все. Без ошибок. Посмотрим, как это будет выглядеть на мобильных устройствах. Ну вот так. Нормально вроде будет выглядеть. Фотки он подхватил, а видео и видео он подхватил. Все. Результат достигнут. Можно еще заглянуть в настройки, поскольку там есть пара полезных вещей. А именно вот. Естественно, вам бы хотелось, чтобы аналитика учитывала заходы и на турбо-страницы. Сделать это проще простого. Вы просто подключаете аналитику, например, Яндекс.Метрику, к вашей ленте, и все. Тут, как несложно догадаться, нужно указать ID счетчика. А здесь не менее важная вещь, если вы используете Яндекс.Директ для монетизации. Реклама также подключается к вашим турбо-страницам. И еще пара полезных вещей. Здесь вы можете добавить ваш логотип в шапку. Вещь полезная и симпатичная. И здесь же вы можете настроить дополнительное меню для турбо-страниц. Вещь тоже крайне полезная. Вдруг посетитель захочет посмотреть, что еще у вас есть на сайте. Еще здесь можно поиграться с CSS. Но это, мне кажется, уже лишним. Резюмируя, можно сказать, что турбо-страницы подключаются легко, а плюсы видны невооруженным взглядом. Кроме того, что пользователи со временем будут обращать больше внимания на значок турбо и отдавать таким страницам предпочтение, так еще и Яндекс будет поднимать турбо-страницы выдачи, если запрос идет с мобильного устройства. Все, любите друг друга, живите в ногу со временем, которое в последнее время не просто ускоряется, а включило какой-то гипер-супер-турбо режим. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok